Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог, работаю в факультетской клинике Иркутского государственного медицинского университета. Но данный ролик я хотел бы посвятить ей, вездесущей, великой и ужасной дистеркультурной энцефалопатии. Ее же называют хронической ишемией мозга. Дистеркультурная энцефалопатия, именно этот термин мне ближе, является хроническим сосудистым заболеванием головного мозга, который развивается на фоне имеющейся артериальной гипертензии, на фоне имеющейся церебрального атеросклероза, ну и, соответственно, развивается заболевание за счет различных сосудистых механизмов, за счет нарушения в конечном итоге питания тканей головного мозга. Дистеркультурная энцефалопатия, к сожалению, в настоящий момент является некой мусорной ямой, в которую неврологи скидывают различные предположения, в которую неврологи записывают пациентов, фактически всех пациентов пожилого возраста, и именно дистеркультурная энцефалопатия лидирует, наверное, среди всех неврологических диагнозов. Может с ней поспорить разве что на стеохондроз. Дистеркультурная энцефалопатия, на мой взгляд, имеет место быть, Но, когда касается истинного заболевания, то у дистеркультурной энцефалопатии, по сути, лишь три проявления. Это когнитивное нарушение, это нарушение концентрации внимания, памяти, работоспособности, способности к обучению. Это двигательное нарушение, то есть нарушение акта ходьбы, нарушение моторики различной, и тазовое нарушение, прежде всего, недержание мочи. И в классическом, настоящем, истинном варианте дистеркультурная энцефалопатия достаточно грозное заболевание, которое неуклонно приводит к инвалидности, и приводит к тому, что человек не способен себя обслуживать, он становится социальной обузой. Но, к сожалению, в современной российской действительности дистеркультурная энцефалопатия относит все, что угодно. Есть головная боль, есть 50 лет, есть гипертоническая болезнь, значит, ставим диагноз дистеркультурной энцефалопатии. Есть головокружение, есть шум в ушах, есть соответствующий возраст, церебральный атеросклероз, например, 10% гляшечка, ставим диагноз дистеркультурной энцефалопатии. Правильно это или нет? Именно эту очень дискутабельную тему я хотел бы затронуть в ролике. Да, я сам ставлю этот диагноз. Я ставлю его, потому что он есть, к сожалению или к счастью, в стандартах. И это большая и очень-очень сложная проблема нашей медицины. Есть стандарт, ему можно следовать, и иногда следовать можно только ему. И, соответственно, это одновременно затрудняет и облегчает работу. Если я выставлю такой диагноз, согласно стандарту я могу назначить какое-то дообследование, которое пациенту будет проведено по полису обязательного медицинского стандарта, страхования, и, соответственно, я могу выяснить некоторые нюансы, которые меня интересуют. И да, многие врачи делают именно так, потому что они ограничены некоторыми рамками. Если же выставлять какие-то другие диагнозы, которые, вероятнее, имеют место, это мигрень, это головные боли, напряжение, это различные психосоматические состояния, то они оказываются в такой ловушке. Безусловно, я считаю, что примерно половина всех случаев несистемного головокружения, если кому-то интересно посмотреть и узнать, что такое несистемное головокружение, переходите по ссылке в описании к данному ролику. Так вот, примерно половина, наверное, случаев несистемного головокружения это психогенное головокружение. Это головокружение, которое развивалось на фоне психоэмоционального дисбаланса. Но выставить психогенное головокружение, выставить какое-то тревожное расстройство, выставить соматофорное расстройство я не могу. Потому что это код F из классификатора МКБ-10, международная классификация болезни 10-го пересмотра. И если я выставляю этот диагноз, я должен быть врачом-психиатром. Я врачом-психиатром не являюсь, хоть и хотел когда-то им стать. Поэтому выставить шифр F я не могу. Да, я могу получить второе образование, получить доступ к этому шифру. Но вопрос зачем? Мне иногда гораздо проще выставить дециркультурную энцефалопатию, выставить определенные синдромы. Это все вписывается в стандарты. А лечить уже по тем синдромам, которые есть и лечить, собственно, проблему. И зачастую именно так происходит в неврологии. Да, я часто слышу негатив в отношении этого диагноза. Многие современные блогеры от медицины, различные люди, в том числе в СМИ, говорят о том, что этого диагноза нет. И это все ересь. И, безусловно, в чем-то они правы. Надо выставлять другие диагнозы. Надо читать англоязычную литературу. Надо руководствоваться современным гайдлайном. И, собственно, диагноз дециркультурной энцефалопатии может выставляться в редких случаях. И наиболее близкий, наверное, термин из англоязычной литературы – это small vessels disease, то есть болезнь мелких сосудов. И это немножечко не то, что имеет под собой дециркультурная энцефалопатия в современном представлении. Но, повторюсь, если следовать всем моментам, то можно оказаться под угрозой штрафа, под угрозой невыполнения стандартов и нам проще выставить сосудистый диагноз. К тому же зачастую назначение определенного лечения направлено на профилактику сердечно-сосудистых рисков, то есть коррекция уровня артериального давления, пускай и не оно причина появления головной боли, головокружения или шума в ушах. Коррекция дислепидемии, которая тоже никак, допустим, здесь не играет роль. Это хорошая профилактика, к примеру, ишемического инсульта и в целом положительна для пациента. Надеюсь, моя несколько сумбурная информация была интересна для вас, полезна в какой-то роде. И если вам интересно услышать продолжение моего мнения о дисцирокультурной энцефалопатии, я предлагаю оставить комментарий, сказать, что да, интересно. И тогда в следующем ролике я расскажу о диагностике дисцирокультурной энцефалопатии, о тех моментах, когда действительно этот диагноз лучше не ставить, не прикрываться им в непонятной ситуации. О тех моментах, когда все-таки сосудистый процесс имеет истинное значение, о том, как лечить это заболевание и о том, как его профилактировать. Поэтому, если вам данная тематика интересна, если вдруг у вас стоит, собственно, такой же диагноз, его когда-то выставляли, диагноз дисцирокультурной энцефалопатии звучит в карточке, роликом в социальных сетях, Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, при помощи кнопочки «Поделиться» под данным видео. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, что да, хотите услышать продолжение, я обязательно его сниму. Буду ссылаться на различные научные труды, буду ссылаться на собственное мнение, на собственный клинический опыт. Спасибо большое за ваше внимание. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok